всем привет мои хорошие делюсь сегодня вот такой красотой и это фаленопсис тетраспис и 1 и 2 фаленопсис тетраспис ситу вот такая прелесть такие прекрасные цветочки я получила его уже с бутончиками не были зелененькие маленькие и под искусственным освещением вот так вот доросли 2 набрали цвет а 2 остались белыми и это у меня фаленопсис тетраспис green значит вот этого бутончика залипли лепесточки я им чуть помогла развернуться но полностью он так и не хочет разворачиваться а этот раскрылся сам но тоже не хочет пока разворачиваться целиком но потенциал классные цветы крупные цвет хороший и мохнатая губа просто меня очаровывает в общем супер-пупер штучка мне очень нравится и я очень долго пыталась не подсесть на этот распис и но они действительно классные да все-таки будет у меня их несколько разных все-таки очень они хороши и очень и конечно хороши в гибридизации гибриды с их участием тоже очень очень красивые что касается этот расписов это эндемики андаманских островов никобарских островов и северо-западной суматры естественная среда обитания у них влажный теплый лес на высоте до 100 метров над уровнем моря растут они эпифитно на веточках и стволах деревьев но пусть место обитания их не даст вам себя обмануть ну что хоть они растут на высоте до 100 метров и это считаются орхидеи обычно жаркого содержания там очень очень тепло но на родине у этих товарищей именно в местах где они селятся температуры зафиксированные средние дневные 22 28 они как обычно при таких высоких высотах пишут где-то 30 и больше и ночные температуры где-то 18 22 то есть вот все-таки не жаркого не содержание я бы сказала теплого и они любят яркий свет они действительно очень любят его и им нужно если в цифрах это где-то 18 22 тысячи люкс советуют то есть когда для большинства фаленопсисов нужно 10 12 тысяч некоторым фаленопсисом надо 8 10000 то этим товарищем надо 18 22 тысячи люкс это примерно как потребности у котлей вот такая у них интересность и в принципе это единственная сложность можно сказать в их выращивании также еще стоит конечно же держать длинный световой день но при этом если вы будете содержать их на окне листья склонны к ожогам поэтому листья надо будет все-таки притенять от солнышка и в большинстве скажем так условий все-таки вам понадобится дополнительная подсветка особенно на темное время года так влажности это чудо не требовательно абсолютно полив предпочитает с просушками субстрат желательно выбирать воздухопроницаемый и быстро сохнущий потому что с фаленопсис достаточно склонен гнилям и ему нравится обильный полив ребята любят попить я по своим заметила но им надо чтобы они достаточно быстро просыхали они не любят стоять мокрыми вот это действительно так и есть мокрыми стоять им совершенно не нравится по предыдущим описаниям значит им не нужны годовые перепады годовая температура на их родине ровная но им очень нужны суточные перепады и это помогает им зацвести так цвести это чудо может вообще в любое время года и как я уже сказала для цветения необходим суточный перепад и достаточное освещение вот таких вот два основных фактора в принципе фаленопсис несложно если вы разберетесь со светом для него и он будет расти радовать вас очень милая штучка я думаю что в этом ракурсе вы уже насмотрелись немножко покручу покажу губушками просто очаровательная мохнатая мохнатая на ощупь просто прелестных кстати про аромат до аромат есть аромат очень приятный мое любимое описание аромат весенних цветов мне напомнило запах нарциссов вот недавно как раз нюхала нарциссы очень похож запах но хочу вам сказать пахнут они по-разному вот зелененький больше пахнет нарциссами и у него даже такой немножко сладковастенький запах несмотря на то что он не полностью открылся он шикарно ароматит и ароматит сильнее чем вот этот товарищ этот товарищ тоже пахнет весенними цветами не так ярко но у него присутствует еще какой-то дополнительный аромат и он ну не сладкий в общем интересные ребятки интересно завести интересно понюхать кстати вот джали мне не могу я сейчас сравнить свой вариант ситу с вариантом сила в чем у них разница в живую но вот как я видела то скажем так в моих условиях как о при моем освещении какого красного окраса я смогла добиться от сиван то вот он действительно более в красный а тут вот такой более бордовый более темный вот это наверное единственное отличие которое я нашла хотя возможно сиван тоже может свести таким более темным насыщенным цветом потому что опять таки когда он у меня цвел у меня были немного другие лампы до светки поэтому возможно из-за этого получается сейчас такая разница в цвете кстати еще вот про цветоносы не обрезайте цветоносы я знаю что многим они мешают жить но правда не обрезайте потому что это те ребята которые доращивают доращивают цветут они могут отдохнуть ничего абсолютно не растить и потом на момент когда они решат свести пробудить свой старый цветонос начать его растить могут его разветвить и при этом они выдают еще новые цветоносы и очень очень красиво выглядит когда у вас уже хорошее здоровое растение дома и она решает свести сразу с нескольких цветоносов плюс еще есть старые просто феерическое цветение на разных уровнях получать в общем приятная штучка так что касается листьев листья ну в принципе я бы их назвала средними по размеру но вырастают до значительных внушительных размеров вот такие шикарные листочки листочки как у всех фаленопсисов конечно же кожистые немного суккулентные они считаются суккулентными у них достаточно плотные но при этом не спадающие вот такая картинка и он у меня кстати второй цветоносик пошел такая прелесть о кстати вот еще тоже что-то пошло наверное разветвлять будет ты мой хороший старается что вот такая красота чудесная на сегодня про свои условия уже рассказывал много раз содержится он точно так же как и все содержится в моих домашних тепличках влажность там я бы сказала что достаточно высокая для многих но это все-таки не так потому что сейчас поднимаю глаза у меня сейчас на балконе 60 влажности и в тепличке 60 влажности то есть в принципе для меня это стандартная влажность для моего дома моей квартиры вот удобрения получают вместе со всеми все вместе со всеми поэтому в общем то никаких подводных камней ничего дополнительного рассказывать не могу ну что ж буду заканчивать уже на этом ставьте лайки подписывайтесь на канал а в комментариях будет очень интересно почитать у кого какие есть тетрасписы чем они пахнут какие вам понравились больше всего потому что я хочу себе еще прикупить и вот мне интересны какие цветовые вариации еще вживую действительно круто смотрится потому что на фотографиях круто смотрятся абсолютно все и конечно же у кого есть иван и ситу и расскажите в чем у них разница тоже очень интересно почитать и у кого еще есть по моему они через ты обозначаются еще есть трасс писты что-то там это тоже интересно в общем жду в комментариях кто тоже любит эквест рис и делитесь этим видео я не против я только за это помогает продвигать канал и помогает снимать больше интересных видео заглядывать обязательно в описании там много ссылочек и огромное спасибо всем кто досматривает до конца и всем солнечных дней пышных цветений пока пока